ФСБ пресекла атаку украинских диверсантов на атомные электростанции в Ленинградской и Тверской областях. Спецслужба задержала двух из троих участников группы службы внешней разведки Украины, которые планировали подрыв 30 опор высоковольтных ЛЭП, идущих от АЭС, что по замыслу должно было вызвать коллапс на двух атомных станциях перед самым Днем Победы. Одну опору под Гатчиной они действительно подорвали 1 мая, но, как теперь говорят, не по плану. Итак, что сейчас рассказали в ФСБ? Трое граждан Украины, Май Струкс с позывным «Механик» Усатенко, Макс и Кищак ЮБК, еще в прошлом сентябре были завербованы подполковником СБУ Виталием Горботюком. Их подготовили в лагерях в Киевской и Николаевской областях и транзитом через Польшу отправили в Белоруссию, откуда они, нелегально перейдя границу с Россией, попали в Сковскую область. Взрывчатку украинские спецслужбы везли через Польшу, Литву, Белоруссию в Ржевский район Тверской области, спрятали ее в тайниках в прицепе грузовика. Разделили материал и сделали один из схронов, в который входили взрывчатые вещества, детонаторы и таймеры для последующей реализации. Этот схрон нашли, а всего из тайников достали 36,5 килограммов взрывчатки С-4, 61 иностранный электродетонатор, 38 таймеров и два пистолета ПМ с патронами. Взрывы планировали не на самих атомных объектах, как можно представить по некоторым публикациям, а в десятках километров от них, в лесах. Семь опор заминировали у сел Залазина и Микшинов в Тверской области. Там, где дорога подходит к ЛЭП. На снимках и дорогу, и просеку, идущую от Калининской АЭС, хорошо видно. На второй день выдвинулись в сторону Ленинградской области, заминировали, я заминировал три опоры, Усатенко пошел минировать две опоры, случился непредвиденный взрыв, мы разбежались, мы с Ищиком уехали, а Усатенко потеряли. Это было в ночь на 1 мая, после чего под Гатчину съехались все службы и нашли еще заминированные опоры, обезвредили, а 3 мая появились сообщения о таком же в Тверской. На что рассчитывали диверсанты? Не просто нарушить электроснабжение на время, все равно ведь его восстановят. АЭС не может не выдавать выработанную энергию в сеть, и если все ЛЭП, идущие от нее, отрезать, надо прекращать работу самой станции, глушить ее реакторы и быстро, а это рискованно и дорого. Но диверсанты просчитались еще и, к примеру, в том, что два энергоблока Ленинградской АЭС были остановлены на ремонте, а значит, что станция выдавала в сети меньше электроэнергии, и проще было перенаправить ее в случае потери части ЛЭП, а там ведь не одна такая линия. Любопытно, что диверсии были нацелены на АЭС, питающие Москву и Петербург. ЛАЭС обеспечивает почти 60% электроэнергии, потребляемой в Питере и Ленобласти. Калининская АЭС в столичной энергетике занимает гораздо меньшую долю, но все же представьте психологический эффект. Ведь многие столичные жители просто продолжают жить плюс-минус обычной жизнью, не замечая, к примеру, обстрелов приграничья, так же, как не замечали обстрелов в Донецке многие годы. Против украинцев возбудили уголовные дела по двум статьям – за диверсию и незаконный оборот взрывчатки. Двух членов диверсионно-террористической группы арестовали. Третий, гражданин Украины и России Юрий Кищак, с позывным ЮБК, ушел, и по данным ФСБ скрывается в Бельгии. Также задержаны два их пособника – это граждане России, которые помогли им средствами связи и транспортом с поддельными номерами. Продолжение следует...